Привет, дамы и господа, рады приветствовать всех любителей Доты на нашем канале, у нас здесь невероятные вещи происходят, а именно Na'Vi в финале, в гранд-финале, если быть точнее, в противостоянии с Team Tickles сейчас столкнуться в формате Best of 5 в рамках Дота 26 сезона и на протяжении всего этого дня вот для вас у микрофона будут работать Smile и Jam. Здарова, Серега, как дела? Всем привет, всем добрый вечер, Саша, привет. Да, вчера был уже это противостояние, опять же, верхней сетки, Team Tickles одолели Na'Vi 2.0, но там было прям жесткие качели, равное противостояние было, особенно первая карта, кто не видел, посмотрите ее. И на второй, в принципе, Na'Vi тоже вели, Na'Vi доминировали, но именно в мидгейме там вроде 22 минуты, там 25 минуты так не ошибались, что Team Tickles их просто там буквально за 5 минут перевернули и выиграли карту. Поэтому здесь непонятно вообще, что будет происходить, я думаю, Винлайн нам, я думаю, ты вскоре покажешь как раз коэффициент, Винлайн нам даст чуть-чуть преимущество на Tickles, но Na'Vi все равно здесь могут побороться и даже выиграть эту Best of 5 серию. Нет, 2.0, а, ну да, да, так и есть, Tickles 1.75, все верно, от наших друзей из Винлайна и на Na'Vi 2.0. Маленькое преимущество. Маленькое-маленькое, да, преимущество есть. Все верно, все верно. Так, я немножко тебя подмьючу, а тут что-то как-то разгорланился, так что да. Да, драфты на ваших экранах уже, так что можно даже посмотреть, что у нас будет в начальной стадии игры, кто чем будет играть. На Na'Vi 2 классических персонажей себе сразу отобрали Queen of Pain для Nona, да, и этот дефолтный уже, наверное, сайлсер для Солоча. Никуда его не двигают, не пытаются его как-то флексить, это всегда пятая позиция. И вполне возможно, это даже, знаешь, такой минус этой команды, то, что если видеть этого сайлсера, всегда уже, особенно если ты ее в первую стадию забираешь, всегда команда к нему готова. Всегда она будет знать, что этот герой будет стоять, ну, в районе где-то легкой линии, и тебе нужно подготавливать как раз свой пик, дальнейший пик, да, вторую, третью стадию, заключительную стадию. Под этого сайлсер. Так и есть. Ну, вообще, сайлсер, если честно, мне в целом не особо нравится, как герой. Именно пятой позиции, именно, неправильно вырисовался, именно которая на легкой стоит вместе с керри. А вот если он где-то в сложной стоит, то герой меня вполне себе импонирует. Но по игре, конечно, сайлсер крайне полезен против всяких раскастеров, комбинаций и прочего. То есть, как только он в себя нападает, жмешь буквально одну кнопку, и все, враг ничего не может сделать. Вот. Плюс еще сейчас бывает, часто у нас появляются всякие герои ласпиком, типа Энигм, да, часто залетают. И этот герой тебя обезопасивает как раз-таки против таких персонажей. Да, вот в этом 54-минутном противостоянии первой карты вчера этот сайлсер тоже был, очень хорошо смотрелся. И, кстати, Бэйн для Алохи на четвертой позиции, он у нас чуть-чуть из моды ушел, да, вот после Интернешнл, как Спириты у нас показывали, мощного, сочного Бэйна, да, на четвертой позиции под конец Интернета. Так он после этого выпал чуть-чуть. И вот Навин одна из единственных команд, которая у Бэйна продолжает практиковать на этой позиции. И Алохи, в принципе, с этой ролью очень хорошо справляется. Хорошие лайны, на самом деле, у Нави. Манки Кинг, сайлсер. Ну, я бы сказал, агрессия очень жесткая уже у Нави, если по драфту так посмотреть. Квин оф Пейн, которая бегает по линиям, гангает Макака, тоже не особо фармер у героя, больше на драку заточенный персонаж. Так что, и... Могу сказать, это исключительно вчерашний драфт первой карты. Да, да, они тоже этим играли, да. Все было абсолютно то же самое. Вместо Бэйна была Белка, как раз для Алохи. И Бессмастер был на оффлайне, но Бессмастер сейчас в бане. Как раз Нави ее сами забанили, потому что... Ну, вариантов забрать... Вариантов забрать оффлайдера всегда есть очень много. Помимо Бессмастера существуют всякие Марсы, Тайтхантеры и прочее-прочее. Бери, что тебе больше нравится, так скажем, по драфт. Не одним же... Пларка для дурачьё. Тоже, в принципе, хорошо на ней показывает себя. Ну, это такая больше, кстати, южноамериканская мета с Кэрри Темпларкой. Вот, потому что там очень сильно котируют героя, этого героя именно на первую позицию. Артизи начал играть на регулярной основе, на самом деле, в пабе, на этой Темпларке. И потом она потихонечку начала перетекать в Компетитив, и вот познали, познали этого героя. В принципе, смотрится он... Он хорошо. Так, вообще, что у нас тут есть? Смотри, вчера было огромное количество нюков, огромное количество ауешек, огромное количество киллов ультимейтов по Блокенбару, да, вот против этой стратегии Натус Винсера. И за счет этого как раз Тиклс там луна еще была, да, Тайтхантер с этим рефрешером бешеной Атейса. И вот за счет этого как раз-таки Тиклсы, они смогли вытащить ту карту, потому что Na'Vi их там неплохо как раз доминировали. Здесь этого всего нет. Единственное, что вот есть, это вот хорошая комбинация инвокер плюс тренд протектор, да. Но тренд протектор, оно опять же будет нивелироваться за счет Блокенбаров и так далее, за счет Глобала, да, то, что он не сможет там как раз прожимать свои корни, пока Глобал работает. И тут можно спокойно воевать. Поэтому пока, если Na'Vi свой драфт такой же реализовывали и вчера хорошо, я думаю, здесь они будут еще жестче доминировать. Потому что Тиклс с этим драфтом должен играть вторым номером. Фармящий инвокер, фармящий темпларк. Ну, темпларк достаточно быстро фармит, опять же, но то, что инвокеру много артефактов нужно, я согласен. То есть пока он там даже ведет своего аганима, если даже, если он сначала, наверное, будет играть Квас Векс, потом Мидасик, ты типа собираешься потом в экзорту, собираешь аганим, и уже тогда комбинация работает. Но это, как правило, 45 плюс минут уже игры. Травел А захочется все купить в Царый Мортал. Это вот все. Поэтому я согласен. Но здесь я смотрю плотно уже по оффлейнерам пошли Тим Тиклс, я смотрю, забанили также и Легион Командер. Но тут пока Виномальсера банят. Все, что может кайтить, так сказать. Но это, видимо, Виномальсера подсмотрели у Тоби. Тоби очень хорошо на этом герой отыгрывает. Я прям вот видел. Мне нравится какой-то Пангольер. Здесь, может быть, даже для Наза Свинцера, он не в бане Элит. Нет, не в бане. Опять же, сигнатурка для генерала. Последний раз я Пангольера видел именно против Фантом Лансера. На линию, так сказать, с иллюзиями вроде как надо было чем-то бороться. Здесь он тоже, в принципе, неплох. Опять же, он здесь трудно будет цеплять что-либо делать. Он такой, он сильный. Просто я к тому, что тебе анимо не напрягает ли тренд по игре или там Винга какая-нибудь по итогу на этом Панголере? Ну, неприятен, да. Давай посмотрим, что еще вообще можно. Сен Кинг. Сен Кинг, мне кажется, поприятнее смотрится здесь. Сен Кинг и Син Кинг, конечно. Син Кинг. Сен Кинг и Сталкер еще. Вот один герой, который тоже великолепно зайдет. Просто пассивная темп ларка. Да, я понимаю, но не хватает немножко урона по ушкам, мне кажется. А, это вообще бэтрайдер появляется. Ой-ой-ой-ой. Это бэтрайдер Бэйн Лайн. Я так понимаю, это бэтрайдер для как раз-таки генерала. И они... Ну, это жесткий файт. Это новая зарубка. Да, просто жесткий файт, жесткое давление от команды Na'Vi. Такое ощущение, что они собираются прям, ну, очень быстро закончить эту игру. Потому что, ну, я не знаю, жесткий файт, жесткое давление. Это бешеные контраты мблорки. Ну, как бы мы не видели давно этого лайнапа. Ну, а мидии этот лайнап обычно происходит. А сейчас этот лайнап передвинулся у тебя в оффлейн. И Тиклсам сейчас нужно что-то придумывать, на самом деле. Чтобы как раз из этого все... Ну, мне пик Na'Vi нравится на порядок. Мне кажется, даже здесь LP какой-то произошел. Не знаю, чем они сейчас будут фиксить это все. Потому что, я так понимаю, Венга — это трешка. Сейчас подвингу. Нет, все-таки. Тайт Хантер на троечку, да. Эйс, Венга... Ну, Венга кто? Венга четыре? Или Эйс все-таки Венга? Мне кажется, Тайт. Да, и Тайт тройка. Не, ну, Тайта, понятно, была тройка. Тут вопрос по расположению саппортов. Не факт. Трейд. Тайт тройка. А каким им еще играть? Пятерочка есть? Четыре. Нет, четыре. Четверочка. Ну, окей, ладно. У нас в итоге Тайт троечка. Дурачьё садится на Тепларку. Здесь, понятно, бум на инвокера. Что по саппортикам? Кто куда отправится стоять? Ну, Трента можно на легкую поставить, наверное. Тепларке помогать. Я думаю, они сейчас этот вопрос решают. Потому что там будут, считай, два милишника. Ну, Темпларка, Трент протектор против Бутрайдера и Бэйна. Все-таки, да, Венга четырем. И Трент пятерка будет. Ну, вот. Ну, как по мне, здесь такой неплохой аутпик от Na'Vi произошел. Главное сейчас реализовать это все. Ну, вообще, я согласен с тобой, что Темпларка, по сути, милишник. Несмотря на то, что вроде как ранджевик. Но радиус атаки у нее не самый высокий. И против того же такого лайнапа, как, получается, Алоха на Бэйне и Генерал на Бэтрайдере, это будет сложно отстоять. Пока она Пси Блэйды не вкачала на максимум. Да, пока не появился Дрэгон Лэнс. Он такой милишный персонаж. Алоха Шой дает, да, у Пси Блэйды 80-130, по-моему. Что-то по 50 там прибавляется. 80-130-80-10-30, да, я прав. Милишник она, считай. Да, да, и радиус атаки у нее такой же, как у Манки Кинга, чтобы вы понимали. Там, по-моему, одинаково, если посмотреть, что макака бьет своей палкой, да, примерно на такое же расстояние, что Темпларка. Вот. Мне кажется, Манки Кинг даже больше хлещет. Нет, по крайней мере, есть... Иногда такие удары на полэкрана. Ну да, по крайней мере, у него есть Бангл Страйк еще сверху, который можно накрыть на всякий случай. Так что, да, в этом плане приятно. Ну да ладно. Напоминаю вам, что у нас изначально были коэффициенты немножко в сторону команды Team Tickles, да, до драфтов. Сейчас у нас начнется игра, и посмотрим, как они изменились от наших друзей из Винлайна. Я также напоминаю вам, не забывайте кликать по баннеру под нашу трансляцию от Винлайн. Переходите, получайте бонус на свой первый депозит. Так что обязательно используйте. Так, ну давайте смотреть, что у нас тут в итоге будет. Погнали! Первая карта. Гранд финал. Д2ЦЛ. Да, да, я, опять же, Нави в последнее время очень приятно, хотел сказать, удивляют. Ну, я бы сказал, так и должно быть. Нави удивляет, что наконец-то они нашли свою игру и показывают дисциплинированную более-менее доту. Может быть, не до конца? Может быть, не до конца? Не, не идеальную. Не идеальную, но уже рабочую, как минимум, доту. И ты понимаешь, вот она, вот эта команда T1 уровня, да. Ты понимаешь. Да, пускай здесь не самые сильные команды были, да, против тебя выставлены, наверное, самые сильные команды. Ну, психологически считалось до какого-то момента CS Rejects, которые в итоге вылетели, да, еще раньше задумывано. Потому что многие прогнозировали, что, скорее всего, гранд-финал будет именно между Нави и CS Rejects, да? Ну, условно. Ну, Тинклс так мощно выступает в европейском депутатном сезоне, что... Не знаю, это очень спорно, что Нави и CS Rejects как раз... Ну, я, например, просто направо и налево слышал, например, на стримах часто люди заходили. Вау, там Нави, CS Rejects, хайп, 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 то есть максимально было. Так-то, по факту, я с тобой согласен, то, что Тиклс очень хорошо выступает. Мне очень нравится... Ну, во-первых, Нави сегодня разыгранные, да, вот еще плюс ко всему к их... Дополняя их драфт, хороший драфт, мощный драфт, они разыгранные, да, потому что они сейчас только что матч провели против Entity, выиграли очень уверенно 2-0. Это раз, да, и пару слов по поводу их оппонента. Мне очень нравится Селери. Во-первых, я бывший фанат вот этой команды Viking GG, да? За них там топил свое время, когда они там вместе играли и так далее. И мне очень нравится его мышление. Он отходит от шаблонов периодически. Он иногда находит каких-то классных героев, персонажей. Он сейчас вот вернулся опять к старым добрым линиям 3-1-1. Очень часто играют ребята из Тиклс. В принципе, что это требовалось доказать. Вот они сейчас будут физблат делать, скажем, на Витюне. Да, да, втроем здесь. Хотел Мичифом заиведить, но вряд ли Витюна здесь отпустит. Фраг забирает, правда, Тофу, но да ладно. Вопрос, почему Нави это не читает? Это на регулярной основе происходит у этой команды. Они могут вот так вот просто втроем прийти и сделать физблат. Они могут просто трипл-лайном стоять на протяжении всего Томерлигейма. Они это делают постоянно. И Нави это должны были читать. Проморгали. Проморгали ФБ в итоге. Хорошее начало для Тиклс. Ну и продолжаем фармить стоять. Соло, в принципе, говорит, ну ладно. Покидаю здесь просто Аркейн Кюрс пока что по возможности на линии. Ну пока у Тайтхантера опять же нет Кракеншелла. Его можно пробивать. Ну вот за счет того, что есть нюк в виде гаша вместе с Вингой. Очень больно, конечно, соло еще здесь. И заставляют его постоянно регениться. Да, из-за этого вот это слабый лайн. Потому что два хороших нюка. Опять же, Силенсер. Шаг в лево, шаг в право. Сразу моментально расстрел. Это тут не только Силенсер проблема. С Силенсером может быть такая проблема. И с Манки Кингом может быть такая проблема. Он будет потенциально пока, по крайней мере, пока он не раскачался. Пока у него там пассивочка не появилась и прочее. Вот поэтому мне не нравится Силенсер 5 именно на легкой линии, которая скорее стоит. Это очень сильный лайн в комбинации. Потому что Тайтхантер это все-таки вот этот физа, да, энкор смеш и минус арморы. У тебя ты кидаешь в Террор, минус 3 ты кидаешь гаш. А там сколько будет, трешечка, да, где-то. И потом энкор смешем очень больно делаешь. Ну там у Манки Кинга вот эти 6 армора, да, которые типа такой армированные вначале. Все дела, он просто у него 0 армора сразу становится. И начинает очень просто месить. А про Силенсер вообще молчу. Там дополнительный демэж от минус армора уходит. Я это, хотел спросить, с каких пор можно пить уни башни дать? В доте. Ну ладно. Обратил просто внимание. На центральной линии это произошло. Так, ботинок для Тайтхантера есть. Интересно, такой тоже он выбор первым артефактом. Лично там какой-то Солринг добирают. Или может быть колечко даже. Слушай, в миде Нунчик уничтожает буму, конечно. Я, конечно, ожидал, что инвокер проиграет по крипочкам, но тут прям в два раза уже практически. Пока не сильно, на самом деле. Пока не сильно. Ну 15 на 3 против 10 на 0. 10 на 5 крипов. Сейчас, по-моему, дальше будет. Сейчас инвокер начнет разгоняться как раз. А так? Ну Нунчик очень сильно лайнер. Да, я не спорю, не спорю. Там даже если был бы, возможно, проигрышный лайнап в плане героев, да, изначально, то Нунный мог бы и затащить, мне кажется, вполне себе. Я ни в коем случае не хочу сказать, что Бум плохой, да, мидер, просто Нунчик... Бум тоже сильно лайнер. Да, Бум, господи, Нунчик просто поопытнее, мне кажется, в этом плане. Вот и все. Как раз вот себя засветил вот викингах тем, что он как раз выиграл лайн генерал снизу. Опять же, вот, о чем речь. Извините, ребята, не показали? Да я успел в последний момент. Вот-вот, то, что будет происходить на регулярной основе. Очень сильный лайн. И вот этот бэтрайдер, контра темпларки на регулярной основе, которая была в миде, очень круто, что Нави вспомнили. Не знаю, кто это сделал, но просто честь и хвала этому человеку. Может быть, там, Солыч вспомнил, может быть, Ванька отставил, может быть, еще кто-то подсказал. Может, сам Гена, да? Но то, что бэт появился, это очень круто, на самом деле, что он под кафтон парке здесь будет играть. Вообще, да, на самом деле, потому что по поводу бэтрайдера, я его вижу только обычно на центральной линии. И с большим трудом, так сказать, могу вспомнить игры, в которых бэтрайдер именно с миды побеждал. Вот. Но флейн, он, конечно, не так часто заезжает. Но ты правильно сказал, у нас, по сути, центральная линия та же только, которая сместилась на сайт-линию, так сказать, по сути. Знаешь, помнишь, еще можно вспомнить старую мету, когда у нас была мета, когда в миде два героя постоянно стояло. То есть, там, мидеры плюс саппортик какой-то, который помогал. Так давно было. Да, но было же. Это времена как раз золотого состава Virtus.prone. Да, да. В 2015-й примерно год, когда Солнеч на Угромаге ходил и вот помогал как раз. Кстати, по поводу Соло, да. Если на топе забирает его, легко было. Ну, в Сайллсору нельзя вообще загуливать, нельзя что-либо. Ну, они там, я так понимаю, то ли отпуливали, то ли выпуливали крипов, не давали сильно линию сломать здесь, и в итоге Соло пожертвовал собой. Нормально, ничего страшного. Для Соло, я бы сказал, это нормальная вполне себе игра на пятерке. То есть, он, в принципе, достаточно много умирает всегда. Старая школа. Да, и полезного много делает, опять же, не просто так, не просто смерти. Так, побольше напасть здесь, аварь, что сперет. Тут трудновато будет, хороший танчик дали, дальше тим за. В каком случае, там уже фейзи, потому что это эдхантер, и ты сразу моментально кто-то разменяет. А по Астану здесь, для Витюна, он страйк уже потратил. Саджаться трудно. Фласк сейчас отопьет у нас Тофу, и на ответ на атаку будет креманга, потому что у него есть. Нужно быть аккуратным здесь кому-то из-за игроков. Вот, допустим, Солыч, Солыч загулял, видели его честер вард? Ну, Сол пошел вард ставить, как минимум. Поставил вард. Вообще, генералу тут больноват, конечно. На линии сейчас будет стан от венге. Миссчиф опять... Хорошо задожил. Ну, слушай, тут еще и Тофу может погибнуть. Не знаю, кто быстрее погибнет, в итоге забирают здесь у нас Тофу. Накидывают по Айсу. Эйс остается просто без маны. Он бы рад кинуть гашек, да, и догнать сейчас генерала, но маны, к сожалению, нет. Очень нужен Солринг, очень нужен. Да. Так. Тайдхантер, конечно, не тот герой, который обладает шикарным монопулом, да, и регеном уж тем более на линии, поэтому Солринг крайне необходим. Хорошо, он поправит всю ситуацию, и так нападает здесь на Айс. Прыжок на него, ну, хорошо, скидывает здесь Кракеном он... Кракен отрабатывает, да. Кракеншилл сработал, в это время погибает Бэйн. Алоху здесь забрал дурачье вместе с Селари. Зажали его здесь около... Видимо, перетяжка была какая-то в сторону руны или где-то... Ну, куда-то в сторону миды, видимо. В руна шестая минута, да. Подловили. Ну, а темпларка, кстати, дела у нее, хоть по Нетверсу и обстоят неплохо, но уже дурачье уходит лес стоять, мы видим, на четвертом левеле. А генерал Соло стоит на линии фармит. И у генерала уже почти шестой, если что. По левелам, конечно, разрыв серьезный. Генерал здесь должен быть ключевой фигурой в этой игре, на самом деле. Прекрасно знают друг друга игроки. Опять же Тофу, генерал. Все играли, они вместе. Так, у нас пока есть минутка, давайте глянем, что по коэффициентам от наших друзей из винлайна. Кстати, они довольно равные до сих пор. 1 на 9 на Team Tickles и 1 на 85 на команду Navi. Вот так вот. Ну, вообще, я согласен, ничего пока что в этой игре не произошло, чтобы они сильно изменились. В принципе, все плюс-минус равнят. Единственное, плюс-минус равнят, фармят, конечно же. Единственное, что хотелось бы отметить. Очень маленький Нетворс у Манки Кинга. Просто жесть, Витюн вообще не дофармливает. Относительно той же Темпларки, если посмотреть. Темпларка 3 100 идет, Витюн 2 500. Трудно, наверное, на этом ладе стоит. Сильно. Тиклсов. Так, колечко. Тейтхантера. После него будет только Солрик брать. Опять же, чтобы до лица уходить. Пофармливать. Странный выбор. В миде. Нападение на Алоху. Было изначально нападение на Бума вроде как, но пострадает в итоге Алоха здесь. Должен, точнее, погибать. А, Соник Вейв! Какой хороший залетает из Сол. Сол уже здесь. Накинул Ласт Ворд. Немножко урона, на самом деле, не хватило по Инвокеру. Инвокер горит под Аркейн Курсой, но вряд ли его заберут. Там еще и Ливен Кармор просто имеется. Но хорошая перетяжка от Нави. Вовремя среагировали. Потому что это иначе... Очень на Тоникова было. Да, иначе бы сделали просто фраг на Алохе и все. Алох, молодец. Последний момент успел как раз Брэйнсап. Брэйнсапом, да. Да, и из-за этого выжил. Так бы, если бы его забирали, конечно, никакой атаки там не было. Генерал. Снизу. Пытка выфармливать. Но Трэнс тут пытается защищать. Ну, дефолт играть. Не, ну, против Трэнта здесь, конечно... Тут не запушишь просто так, во-первых, для Нави. Драйдер, может, точно. Да, тем более. Да и вообще, в целом, если посмотреть на героев команды Нави, не сказать, что тут очень много героев, которые в ушки бьют. Разве что АМК какой-то палкой там можешь ковырять. Но без всяких дезоляторов и прочего урона будет маловато. Поэтому Трэнт тут актуален, как никогда, для команды Тиклз. И вот как раз-таки для той самой игры в лейт, да, о которой мы говорили еще на стадии драфта, пока они там одевают своих героев. Они могут за счет этого Трэнта выиграть время, пока не спушат им вышки в миде нападения на Соло. Хорошо, стой. Не буду забирать здесь. Соло умрет. Умрет, умрет. Соло умрет и Селлари умрет. Ну, разменяли саппортиков, что сказать. Две пятерочки погибло, да, и стой с другой стороны. Ничего страшного. Симпатично то, что сейчас появится у Бэтрайдера. Хороший тайминг. Девятая минута. Вот Курьер подлетает. Эта Трэвела уже готовая. Это неплохо. Да, это вообще Бэтрайдер с невероятным нетворсом. Сосложный, если посмотреть, 4200 на данный момент имеет. Очень хорошо все, конечно, по денежкам в этом плане. Но бедный Витюн пока страдает по-прежнему от отсутствия финансирования, так сказать, в него, инвестирования и прочего. И говорит, ну ладно. Раз уж вы не хотите в меня инвестировать, я пойду сам сделаю свой бизнес в лесу и пошел фармить. Его можно понять. Ну, а в это время команда пытается забрать вышку снизу. Ну, видимо, заберут. Да, что там у трэнта по Ливинг Армору? Третьего левела, кстати. Очень тяжело дается. Все. Это пробивание. Ну, да, да. Так вот, неплохо, неплохо пробивает. Ну, отдают вышку в итоге снизу. Сверху вышка пока только крипами пушится в сторону команды Na'Vi. Na'Vi пока вроде не собирается перетягиваться. Окей, а урна будет дальше для бума. В плане выбора артефактов это, в принципе, понятно. А что там у Templar'ки? Мне больше интересно. Templar'ка тем временем забрала... И урна Vessel. Урна готова уже. А, ну, я урна сказал, да. Vessel, само собой, после урны. Вот. А здесь у нас Дурачо уже зафармил, кстати, треугольник. Там у него поставили и эншотов, и прочее. И у него уже выход в Дезолятор потихоньку идет после Драгонландса. Генерал! Ой, как неудачно выходит генерал сразу на трех героев! Жесть! Ген, а Ген, что за дела? Вот такими ошибочками, наверное, заливали карты вчера. Поэтому нельзя. Ну, просто элементарнейший фраг в итоге. Просто ты идешь втроем, и на тебя выходит Бэтрайдер такой. О, здоровый парень, как дела? Бэтрайдер топовый нетворс из вражеской команды. В миде хотел Алоха подцепить, я уверен, сейчас кого-нибудь. И очень хочет, но под замедлением находится! Алоху свапают под вышку еще! Алоха успел себя заслипать. Пытается убежать, но его, скорее всего, здесь не отступили. Ой, боже, как все плохо делают на Ави. Корни залетают. Глобал пошел, но уже два героя отсутствуют у команды на Ави. Увозят там Дурачо. Дурачо успевает нажать щиты. Не забрал его здесь генерал. Боже мой, как же фидит на Ави. Очень-очень плохо как-то все сделали. Поздно глобал был, генерал подлетел, у него файрфлай в кулдауне. Так, его сейчас еще могут поймать. Его все еще могут поймать. А, вот он, Хекс, залетает. А, это не Хекс, это... Он себя превратил в плюшку, да. Это какой Хекс, откуда здесь Хекс, лол? Но все равно, да, неважно. Важно то, что забрали. И еще и генерал сверху. Это уже вторая смерть подряд для Бэтрайдера, который до этого имел топовый нетворс. И вроде как сам собирался нападать. Да, и тем самым создавать спейс и время для Манки Кинга, который фармит. Ну, мы видим, что после всех этих выходов Бэтрайдер очень низко упал по нетворству. А Тепларк очень сильно выросла, да. Данные побеждать очень сильно ошибаются. Вот эти два минуса, которые сейчас произошло. Две драки, да. Угу. По собране, по собране надо быть. Мне кажется, рано, рано расслабились, так сказать. Ну, Даггер потратил, но опять что происходит? Да, жесть! Сейчас будет такой развальчинка, скорее всего. Бэтрайдер опять что-то как-то пролетает. Накидывает здесь напалм. Щекочет, щекочет Дурачё. Дурачё можно забрать. Клин оф Пейн прыгает вперед, Дурачё погибает. Хорошо, Кэри забрали. Это сейчас топовый нетворс на карте, но проблемы снова у генерала. Это третья смерть подряд. Килинг Спри зарабатывает уже Бум. И, по-моему, Бум все три раза его забралось, не ошибаюсь. Да. Бум, да, Весл уже готовый. Да. 3-0-4 идёт, Бум. Уверенный отрезок для Тиклсов. И пушить трудно, очень трудно пушить на Ви. Так, Соло. Попытка напасть на него, пока все мёртвые. Да, нет, я думаю, что для него... Весл, да, это минус, да. Для него здесь без вариантов в плане выживания, ну, как бы. На развороте, может быть, разве что, Бума попробует забрать Соло, делает байбэк. Окей, подслипали Тайтхантера. Опасненько, опасненько. С Тайтхантером сейчас шутить, у него реводж есть. Поэтому, ну, кто его знает, сейчас кнопку как нажмёт ещё на развороте, может быть, и нападут. Как-то Тиклс здесь. Но... Да, и тут никак Тайтхантера в итоге пробить, конечно, не имеется возможности. Байбэк получился впустую, никого не забрали, и Нави отдали ещё больше денег по итогу. Прямо сейчас. Льют. Как из ведра прям льют. Да, может быть, ещё не разыгрались. Рано мы похвалили Нави, да, там вроде бы говорили ещё в начале карты, что Нави молодеет, молодцы. Собрались, показывают дисциплинированную такую хорошую доту. Не идеальную, да, но всё же. Но сейчас пока что такое ощущение, что... На дурачёй сейчас могут здесь выйти. Каждый играет сам по себе. Такое ощущение. Стался бы здесь, на треугольнике, его оформливать дальше. Конечно, забрали бы его тут на халяву сейчас. Соло Чи, Батрайдер. Так, Эйс идёт вперёд. Очень опасно здесь. Понимают Нави, что есть реводж. Понимают, что стать хантером они, скорее всего, ничего не сделают. Но есть вариант в спину выйти. Да, вот здесь сейчас выходит Соло. Пошёл Глобал. Влетает Генерал, цепляет Тофу. Соник Вейв залетает, но не добивает Трэнд Протектора. И вот реводж залетает от Эйса. Соло погибает. В таверну отправится Алоха. Хотя Алоха отъедается неплохо. И сам делает фраг здесь ещё. Но всё-таки его забирает. Арена такая себе. От Манки Кинга по итогу из неё просто все выбегают. Витюн уже без половины хп. Там просто с ДД дурачьёй. Витюн сейчас тоже умрёт. Витюн погибает. Это драка 4 в 1. Это просто развал без шансов от Тиклс. И они идут Рошана забирать. А почему бы и нет? Они выиграли драку. У них Дезолятор. Они забрали вышку. И просто по-быстрому заберут Рошана. Мне очень удачно было против дабл дэмэджа. Я бы сказал совсем неудачно. Совсем. Причём я не знаю, что случилось с Нави. То есть вот последние 4 минуты это какая-то агония. Просто знаешь, как будто команда какая-то висит там над ними. Что надо подраться. Надо подраться. Если вы не подерётесь там в ближайшие 5 минут, то с вами что-то случится. И всё. И они просто идут фидят. И всё вот началось с того вот выхода генерала. Когда генерал вышел один на трайв, да, всё и понеслась. Как-то тильц ловили после этого момента. Спокойно можно было. Всё хорошо было там. Да. Манки Кинга там всё неплохо. Опять же. Бэтрайдер с тревелами на 9 минуте. У Квапы всё. На миде тоже хорошо. Опять же просто под глобал нормально выходить. Когда у тебя скиллы не в кулдауне и делать неплохие размены. Опять же, вот все свои скиллы и подвесить свой дэмэдж, который есть под глобал, да. Всё. Делай это на регулярной основе и отфармливайся. Ну, огромный, конечно, дурачок по Нетфорсу. Это просто жесть. 3500 просто. Там уже БКБшка скоро появится. И что делать с этой темпларкой, вообще не ясно. То есть пока никто с ней сравнись. Там Тайдхантер уже вторую позицию занимает по Нетфорсу. По итогу него аганин скоро увидели. Да, соло умрёзает. Это мега килл уже для него. Падает на 16 минуте под этот дезолятор как раз Тир-2 Тауэр. Скорее всё будет падать. Ну и минусовом пост. Да, слушай, тут даже не нужно было... В этой игре даже не нужно было инвокеру по итогу раскачиваться, потому что всю работу делает темпларка. Инвокер просто выступает как бафер. Изейблер там и так далее. Просто бафаешь темпларку эту огромную, она убивает всё, что есть. Да, опять аганин первым артефактом практически. Да, детка. Я обожаю, когда так делают. Ну что ж, падает Т-3. Солнечко стёрли, генерал влетает в драку на Firefly. Забирают в это время у нас Теплар Ассасин. Начинает избивать Селари. Селари, скорее всего, погибнет. Селари, ещё один удар. Селари погибает. Эйса тоже должны забирать. Эйс горит под ливинг армором. Ещё тычка по нему. Эйса уничтожить надо обязательно. Эйс погибает. Окей. Минус 4 от команды Na'Vi. Тофу пока что единственный выживший. И ему сбивают телепорт, и он тоже погибнет, скорее всего. Поверили вся Тиклс. Просто поперлись на рампу без блокенбара, без всего. И словили в Team Vibe плюс Aegis, который они забрали. В общем, чётко всё. Тоже ошибаются. Тоже ошибаются, ребята. Нужно было дождаться блокенбара хотя бы на Томпларке. А до него буквально чуть-чуть. Да, так и есть. Ну что ж, но всё равно они лидируют по-прежнему. 4К у них преимущество. Ну да. Торопились немножко с заходом на ХГ. Трачу, а? Видишь, суло, что здесь? Будет ли попытка на неё нам напасть? Нет, там вся команда будет рядышком, прикроет. Алоха стоит всегда подслепать может. Что, фармящие доты сейчас будет у нас, я думаю, определённый промежуток времени. Без каких-либо выходов и рисков нужно дофармить ключевые артефакты. Нужно добить этот агоним на Тейдхантере. Блокенбар обязательно на Томпларке. Тоже бакабашечку. Только начал собирать. Самельку себе принёс. И бэтрайдер с даггером. Форстав. Старый добрый бэтрайдер. Я думаю, можно было попробовать щупу Блокенбар. Опять же, против корней фронт-ротектора. Влепить тогда бы он был не сверхмобильный. Но не захотел. Так, БКБ есть. БКБ есть. Разобрал себе Dragon Lions. Собрал себе БКБ. Так, попадение Templar. Это Солари Солари увелезли, да. Довольно быстро его забрали. Ничего не смогли сделать. Но опять же, это пятёрка-то, на которую он на пятёрку-то потратил. Глобал. А тут вроде как Эйс уже готов нападать со всей команды. Под реводж очередной. Который откатит, правда, только через 10 секунд. И Нави понимает, что лучше отступить на данный момент подальше. Тренд Сейда может ещё выкупиться. Он считает, в драке будет. Ну да, не будет корней. Но ему корма тоже поможет неплохо. Даним почти готов у Эйса. Вот эта пачка. И там буквально ещё пару золотых. Да, аганим готов. Тайт на пятнадцатом уже сильный с этим аганимом становится. Как талант качает на 120 ещё дополнительного урона к нему. На двадцатом вообще сверхсильный под темпларку, да. Да. Минус арморчик дополнительно идёт. Давит. Первым номером играет нас в Тиклс. Не отпускают. Хотят прям на какой-то ошибке Нави игру закончить моментально. Если Нави вот эту драку не приняли сверху в свою пользу, то Тиклс примерно уже бы сносили всё. БКБшка готова. Тир-2 выходит. Очень быстро по второй линейке Тавров начали работать у нас. ТТ. Ну да. Ну, опять же, драфт такой у Тиклс. Почему бы и нет? С темпларочкой, с дизолятором можно по-быстрому забирать. Кстати, разбивается смок от команды Тим Диклс. И идут они искать команду Нави. Нунчик снизу. Вот, например. Успеет ли его законтролить? Ну, Нунчик понимает, похоже, что пора валить или нет. Или не понимает. Он просто забирает пачку крипов здесь такой. Так-так-так-так прячется. Блинк ещё. Нунчик-аукти. И, по идее, сейчас сделает ТП. Нунчик на максимальное оптие. Выигрывает время. Потому что по этому лайну должны идти у нас уже Тиклсы. Опять же, ломать и Тир-1, и Тир-2. Что, есть мочок от Нави. Уверенный смок. Опять же, Селлер можно ещё раз тут забрать. В лесу где-то. Ну да, скорее всего, через Даггер. Хотя... Ой, не успел генерал. Генерал хотел... Знаешь, какой ещё бонус? Не смог цепануть. Бонус ещё какой. То, что вот перед тем заходом на рампу Селлери купил гем. И он этот гем сейчас у Батрайдера. Ну да, да. И это понятное дело. Но тут сейчас генерал немножко не... Нет, не среагировал. Вообще, на самом деле, была возможность подцепить здесь. Снизу. Ну да, ладно. На треугольник вражеский заходит сейчас Тиклс. Продолжает здесь фармить. Спокойненько. Так, Соло подставляется снова. Слип залетает. Но Соло здесь очень сложно будет выжить. Генерал! Поймал дурачьё! Глоба пошёл! Никто дурачьё уже не спасёт. Вот Соло красавчик по итогу. Выменил на себя команду Тим Тиклс. Забирай здесь ещё и тофу. Накладывает... Просто накидывает на него... На него... Банно-страйк. Дальше не захотели катить. Ну, там парки нет. Прямо такого сверхсильного дэмэджа... Тоже... Не будет. Поэтому можно было бы попробовать. Почему-то не захотели. Опять же, может быть, вы испугались то, что блокенбаров нет. И там с хайграунду инвокер может хорошие рассказы дать под корни и под ультимейт-хантера. Поэтому... Решили не фидить. Итак, два минус хорошие делали. Опять же, керри забрали. Четвёрку забрали. Надо отойти. Преимущество не такое большое. Затекался. Всего лишь две тысячи. И на ней продолжает расфармливать. БКБшка рядом прямо у Витюна. Вот прямо очень рядом. Один свиток остался. Ну, лучше поздно, чем никогда, как говорится. Хотя, на самом деле, не самый плохой таймер на блэкинг-бар. По итогу, получается. Учитывая, что у них там и сабля, и ПТшка, и молния уже есть. Я думаю, что саблю можно разобрать. Сабельку разберёт и купится. Блэкинг-бар, опять же, для этих ранних драг. А потом можно будет либо в Орчет. Да не, я думаю, Олибарда отлично выбран будет здесь. Против Тенплар Ассасин, нет? Или ты имеешь в виду, из чего собирать дальше заставшегося? Там у Левина останется просто. Ну да, ну тогда Орчет можно. Левина ты не соберёшь, либо опять... Блаторн какой-нибудь можно. Да, да, либо в Блаторн выходить просто. Там просто что-то, что-то мочков. А, ну этот Мэйч Слайер, по-моему, тоже собирается. Сейчас с Левина. По-моему, больше нет. Вообще, на самом деле, кто-то будет собирать Алибарду, интересно, против Тенплар Ассасина в этой игре? Пока не вижу. Бэтрайдер хочет себе рефрешер собрать. Кстати, Блинкдаггер появляется для Тенплар Ассасин. БКБшка, наконец-то, появляется для Витюна. Соло не стал до конца контролить. Здесь Иван Пост побоялся. Понимаешь, что его могут найти. Там Рошан появится следующий через 40 секунд, и нужно что-то придумывать уже. По идее, нужно Нави попробовать как-то подраться, но против Реведжа... Блин, ну такое. Ну, это Ворошаннад контестить. Ну, Блокенбар есть. Тайминговый Блокенбар для Манки Кинга, опять же. Бэтрайдер не хочет все это Блокенбар собирать. И вот смачок, смачок. Хотя сделал пиков у нас в Тиклс. Мы там в ответку сразу моментально идёт у нас... Да-да-да-да-да-да-да. Генерал может быть... О, он Реведж залетает! Дональд Глобала залетает, но нет какого-то продолжения на развороте. Бадлас Тайк под Ревоим залетает от Витюна, раскастовывает свою арену. Бум пытается выбежать из арены. Бума нельзя отпускать ни в коем случае. Слышу где-то корни от Рен Протектора, но это неважно. Здесь просто Бума избивают. Бум погибает. Разменяли пятёрочку на мидера вражеского. Это ещё не конец. Возможно, Эйса сейчас заберут. Заслипал его Алоха здесь. Нучек в это время расправился с Тофу. Байбэк делает инвокер. Эйс танкует до конца. Соло в это время забирает дурачьё. Продолжается драка. Витюн здесь не вывезет один против двоих. Витюну нужно отходить. Соник Вейв неплохой. Витюну всё-таки сдувает. Сюда прилетает генерал на фаерфлайе. Готов врываться. Но Алоха, скорее всего, погибнет. В итоге минус три от команды Тикл. Спустит за счёт байбэка. Байбэк делает Алоха. Вернётся обратно. В это время погибает дурачьё. Отталкивает его. Он успевает накинуть щиты. Он живёт. И Нучека. Нучека в итоге забирает. Дурачьё тоже пал. И это ещё не всё. Алоха пытается отсюда убежать. Свапу и Тофу его. Залетает стан. И Алоха погибнет. В очередной раз отправившись в таверну. Жесть. Вот это драка, конечно. Но по итогу, понятное дело, победителем из неё вышли парни из команды Тим Тикл. Огромное количество байбэков. Огромнейшее количество байбэков. Ну да, по два, кстати, с той и с другой стороны. Но просто на один фраг больше сделали Тикл. И по идее они открыли себе дорогу к Рошану. Но главный убийца Рошана в таверне сидит. Эх. Да, без него трудно будет забирать. Жёстко. Ну, наверное, тянули. Тянули этого Рошана. Опять же. Можно в следующий раз получше подраться. Вот если генералу сел, успел бы схватить. Но мне всё-таки блокенбар не хватает. Не знаю, как по мне. Вот этот рефрешер, конечно, хорошо. Но блокенбар был бы лучше. Был бы мог тогда сам ворваться и не бояться вообще ничего. Мог бы, но не стал. Бенги, кстати, агоним приближается. Только бенгаз, агоним тоже неприятное будет. Что ещё? Ещё один выход. Да, глобала 15 секунд. Можно драться, нужно собираться. Я не знаю, что реводжа нет в этот раз. Реводж ещё долго будет откатывать. У них есть окно, когда они могут напасть. Как темпларка вот сюда зайдёт в Рошмидт, она под Аллакрити, сотрёт этого Рошана, за щитные секунды на и просто не успеют ничего что-либо сделать. Да, они просто скрывают, отдают Рошан. Смотри, что с ним происходит. Не надо, да, да. Рошана, 1-2 армора в пике было. Минус 22 армора. Тут без вариантов. Это уже второй Рошан, да, по идее, с шардом. Кому шард, кстати, отдали. Темпларки? По-моему, да. Темпларк съел, да. Сайленс всегда приятно. Угу. От ловушек. Ну и теперь от обороны нужно как-то играть в команде Нави. Хотя на самом деле, как показывает практика последних драк от обороны, они очень хорошо играют. Особенно в своём ХГ. Так, соло просканировали, да. Минус соло, скорее всего. Соло! Так. Соло делает ТП, но нет, торнадо здесь уже залетает, поэтому соло не отпустят, конечно. Соло без байбека. Печальная ситуация, что сказать. Да. Ну там таймер. Такой. Ну да, довольно быстро появится. Ты куда-то пропал, Серёг? Такое ощущение, что ты от микрофона подальше откинулся. Алло, 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 алло. Ты такой, знаешь, всё тише и тише тебе слышно по игре. Вот. Чуть откинулся. Да, попытка зайти на ХГ падает, тут вышечка потихонечку. Ну, танкует, Эйс, понятное дело. А-а-а, дурачё из-за спины настреливает, вышка падает. Мышка падает и не торопится. В этот раз мы видим парня с темтиклз. Просто отступают. Окей. Что-то у нас происходит. Нунчик в это время что-то спешно пытается дофармить. Блокинг-бар, я так понимаю, хочет себе заиметь в следующей драке. Ну, да БКБшки тут ещё прилично. Фармить-то. Хотят пик-оффнуть. Не уходят из вражеского леса. Опять же, селари вместе с дурачом. Здесь кто-то выйдет. Может быть, как раз Айнелсер опять ушибётся. Сразу моментально. Можно его и будет стереть. Даггер есть в этом парке. Даггер есть у Тайкантера. Сожрать можно. Чего-то ждут. Чего-то дожидаются. А ждут чего? С артефактом пройтись. Если так посмотреть инвокера до БКБшки. Долго. А, Винга, Аганим. Аганим. Вот. Кстати, очень важный предмет. Вообще, да, старая добрая Винга. Ну, как старая добрая? Какое-то время была мета уже с этим Аганимом играли все. И, типа, вау, имба, не контриться. Уже давненько я не наблюдал за такой Вингой, откровенно говоря. И Титан Сливер для Манки Кинга. Тоже приятно. Манки Кинга, конечно, просел вот с самого старта. Неприятно. Неприятные вот эти драки, которые они проводили на Ви, да? Первые две. Они, конечно, повлияли на разгон Манки Кинга. Сейчас, конечно, не очень много артефактов имеет. Всего лишь... Ну, такие. Не суперкрутые артефакты. Маорстром и Савелька. Так. Засада. Засада от Нави. Ну, утикался, мне кажется, этот момент читают. Да, конечно, конечно, здесь без шансов. Дурачок в соло сейчас будет от Тауэр пушить. Буквально там за 3-4 удара убьет. Ну, на Тир-2 выход. Последняя внешка. Да, нужно Нави что-то придумать. Потому что преимущество уже огромное, конечно, утикался, если так посмотреть 9к. За это время... На самом деле, на 30-й минуте не так сильно. Не 29к, а не 28к. Но все равно, как бы, такое преимущество есть у Тикклс. Такое ощущение. Ну, как бы, они сейчас ломают последнюю внешнюю и смогут на ХГ даже зайти. Там в это время нашли Алоху. Алоху погибает в лесу. Пытался он перехватить Иванпост, но не смог. И байбэк у него, кстати, тоже нет. И вроде как об этом должны знать у нас Тикклс. Ну, примерно. Примерно должны знать. Ну, там вроде как до этого нажимал на кнопку, если не ошибаюсь, в последней драке. Ну, записывают ребята из Тикклс. И такие моменты, то да. Полнить есть. Должен быть таймер. Вообще это нужно записывать. Бэтрайдер почти рефрешер. Можно будет попытаться. Хорошо здесь поработать с ним. Так, врывается у нас Дурачье. Нападает на Бараки. Хотел подцепить у нас генерал. На генерал на реакцию успевает уйти. Бараки падают. Да, минус первый Барак. Второй, скорее всего, будет падать так же. Есть Аегис. Есть Тайфхантер с Шивой. Блкинбарк, он нормальный. Ой, Дурачье! Дурачье увозят далеко. Возможно, выбьют Аегис. Нет, Тофу успевает свапнуть. В итоге подставляет себя Вингана. Венга с Аганимом не будем забывать. Венга будет выбивать. Еще одно Лассо. Два Лассо было потрачено на то, чтобы выбить Аегис. Все еще была не потрачена Раважечка. Вот она и Раважечка. Но в пустоту залетает Раважечка. Просто оборонительная. Пошли корни от Рен Протектора. Поймали генерала. Генерал погибает. Роняет Гейм. Гейм забирает Ампларка себе. Это еще не все. Возможно, сейчас еще один будет какой-то врыб. Но нет. Соник Вейв неплохой залетает, но никого не добивает. Здесь Нунчик пытается отступить. Все игроки команды Тиклса, скорее всего, уйдут. А хотя на развороте на Лоху нападают. Попутно сбривают еще и Соло здесь за счет Гаша. И байбеков-то нет ни у кого. У команды Нави такое ощущение, что сейчас они потеряют и вторую сторону. Нет, ну, ни байбеков, ни скиллов. Да. Как же просто на халяву сейчас под линк-армором. Как бы это не выход сразу в трон был по итогу. Потому что, с одной стороны, и все ультимейты были потрачены у Тиклс, но у них есть Ампларка все еще, которая очень быстро ломает строение под бафом инвокера. Нет, пойдут. Да, мега-крипов можно сделать. Да. Не боюсь, вообще ничего. Товарищ Фоспер сейчас так появится. Подойдет. В принципе, можно еще раз будет подраться. Хотя нету реведжа. Могут попытаться сейчас отойти. Манки Кинг, ультимейт. Пошли. Камбэчим, камбэчим, камбэчим. Погнали. Ну, такой себе пока камбэк. Просто все выбежали из арены. Никто драться не собирается. Подставляет сейс, но если бить не хотят. Он очень плотный. Торнадо неплохой. Залетает дурачо. На развороте прыгает обратно. Витюн и дурачо. Пвп один на один. Но, по-моему, Темпларка сейчас может выиграть это Пвп. Потому что, посмотрите, какие плюхи летят. Витюн еле-еле. Нет, все-таки не убегает. Витюн. Витюн забирает здесь эйс. И, видимо, ГГВП. Первая карта для Тим Тиклз. Вот это поворот. Вот это поворот. Хотя, хотя, наши друзья из Винлайн так и предполагали, что, скорее всего, так и произойдет. Но, если честно, если честно, я не ожидал такой жесткой, такой жесткой заливной от команды Na'Vi в этой игре. Потому что до какого-то времени они спокойно фармили. У генерала было все шикарно на линии. Никаких проблем вообще не было по игре. И вдруг в какой-то момент Na'Vi начали умирать по одному. И, в принципе, так и продолжилось. Да, был шанс на небольшой камбэк, когда Тим Тиклз по верхней линии заходили, да, с первым Аегисом. Но расслабились, Na'Vi их там переехали. Но по итогу мы видим, что на первой карте Тиклз гораздо лучше смотрится, нежели на команда Na'Vi. Сами наошибались, да. Очень много моментов этих стартовых было. Но Тиклз тоже не надо вот так вот просто идти прямолинейно, как баран на новые ворота. Все-таки более уверенно играть. Это гранд-финал. Гранд-финал. Здесь ошибки недопустимы, и Na'Vi тоже их за них могут наказывать. Но 1-0. 1-0. Тиклз и повели. И вторая карта будет минуты через 10-15. Через 10-15, возможно, будет перезапуск стрима. Так что, соря, ночь, как говорится, все дела. Так что никуда не разбегайте, скоро вернемся. Здесь curiosится хлиск. Очень... Здесь. Пусть...